Друзья, здравствуйте! Я в гостях компании «Салмо» у Белковска Николая Михайловича. Николай Михайлович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. У нас уже были ролики. Компания «Салмо» — это… Николай Михайлович, основатель компании «Салмо», профессиональный рыбовод, вихтеопатолог, кандидат в биологических наук. И его компания производит оборудование для рыбоводства, профессиональное оборудование. И также есть аэраторы и некоторое оборудование для частных усадий, для частных прудов, водоемов. И у нас сегодня обзорное видео. Мы расскажем о разных… покажем разные виды продукции, а потом будут отдельные ролики подробно по самым интересным видам продукции. Ну что ж, я… Николай Михайлович, вы тогда нам в целом расскажите о компании. Я с кадра уйду, не буду закрывать вашу продукцию. Друзья, давайте пройдемся, посмотрим. Поехали. Наша компания работает уже больше 15 лет. Вообще мы занимались… Вообще она существует с 1994 года. Мы занимались сначала перевозкой рыбы порядка 15 лет. Затем постепенно перешли на производство различного оборудования для аквакультуры. Ну и дальше мы совершенствуемся в этой области. Перевозками рыбы сейчас практически перестали заниматься, хотя иногда эту работу выполняют. Основной принцип, по которому мы сразу стали строить свое производство – это расчет только на российских поставщиков и на собственное производство. Ну, первое время было, конечно, тяжело. Потом, в общем-то, мы поняли, что выбор был правильный. Сейчас это подтвердилось. Ну и, в общем-то, мы себя чувствуем на рынке достаточно уверенно. Мы хорошо, но уверенно конкурируем и с китайским, и с европейским оборудованием. У нас практически нет особых проблем со сбытом. Наша продукция востребована. Ну и одна из черт нашей компании, которую мы хотели бы постоянно подчеркивать, это, значит, постоянное развитие новых видов, разработка и испытания, создание новых видов продукции. Николай Михайлович, извините, я Вас перебью. И в этом году у Вас как раз четыре новых, за 22-й год, четыре новых продукта у Вас родилось. Мы о них расскажем в наших роликах. Это у нас аэраторы, а скиммер у Вас появился. Аэраторы колесные, оксигенаторы, новую модификацию, контейнер для перевозки рыбы. Ну вот у Вас слева это вот контейнер, да? Да, это, в общем, экспериментальная модель. Ее особенность заключается в том, что здесь повышена термоизоляция, и при закрытом люке он может работать в режиме оксигенатора. То есть, очень маленькие потери кислорода. Ну, эта модель еще требует проверки, доводки, но задумка была такая. А за Вашей спиной что мы видим? Ну, за моей спиной Вы видите три изделия. Значит, ну, во-первых, оксигенаторы. Это оксигенатор средней мощности, для бассейнов, прудов небольшой площади, для форелевых прудов. Это опробированная продукция, это не эта работа, это рабочая. Ну, мы сейчас провели модификацию, изменили некоторые элементы конструкции, сдалось повысить почти на десять процентов эффективность использования кислорода. А это у Вас на обслуживание, да? Это то, что Вам привезли обслуживание? Нет, это он у нас был на выставке в Ростовской области, он там отработал определенное время. И сейчас мы его вернули, надо будет в кое-какие внести изменения. Ну, в общем, это готовый аппарат. А за Вами, я так понимаю, это аэратор этого года? А вот этот аэратор маленький, это тоже оксигенатор, но мы его сняли с УЗВ. Сейчас мы УЗВ продали. Но об этом у нас будут отдельные ролики, друзья, мы так вкратце. Вот этот товарищ, это что-то новенькое? Это, да, мы сделали собственную версию колесных аэраторов. В отличие от китайских, здесь производительность примерно, ну, почти в два раза выше. За счет того, что увеличена площадь лопастей, увеличено, изменено передаточное соотношение, изменено количество лопастей. Сейчас Вы видите модификацию с восьмью лопастями, но есть модель, которая 16 лопастей. Но мы отдельный ролик по нему запишем. Да, здесь много новых. В чем его, если это новая продукция? Какой процент здесь российских запчастей? Здесь вообще 100% российский. Это 100% российская? То есть и мотор российский? Витье нашей формы, мотор и редуктор российские. Удивительно. Удивительно. Корпуса покладков делаем мы сами. Сварной алюминиевый каркас тоже делаем мы. Кожу сделаем тоже мы. Практически здесь импортных деталей нет вообще. Друзья, я хочу, может мало ли кто-то пропустил, мотор и редуктор здесь российский. Здесь все российское производство. Я, честно говоря, наверное, за много лет вижу впервые что-то на 100% российское. Ну, кстати, этот подход давно себя оправдал. Мы гарантируем быстрый ремонт в случае необходимости. Мы можем вносить любые изменения в разумных пределах по требованию заказчика. Поэтому, собственно, производство совершенно иной уровень обслуживания позволяет обеспечить. А вы немецкие аэраторы обслуживаете? Я как-то видел вас в... Да, мы ремонтируем. Ну, дело в том, что двигатели немецких аэраторов нет смысла перематывать, как показала практика, не только наша, но и других организаций. Немецкие аэраторы очень хорошие. Они отлично себя зарекомендовали. Работают по много лет. Но всему приходит конец. Поэтому рано или поздно все агрегаты кончают свою жизнь. Мы разработали технологию. Ну, технология очень простая. Мы с минимальными переделками ставим наши модули аэрационные. Используем поплавок и крепеж первоначальной конструкции. С минимальными переделками. Поэтому клиент получает за относительно небольшие деньги. По сути дела новый аэратор мы даем... А если мотор сломался? Мотор мы ставим российский. Тогда вы меняете мотор и ставите российский мотор? Если... Ну, там, собственно, в аэраторе трудно что-то сломать. Вот. Но чаще всего проблема возникает либо с моторами, либо с пультами управления. Пульты управления мы восстанавливаем. А моторы мы заменяем. Потому что перематывать моторы практика показала... Друзья, ну вот у кого дорогие импортные аэраторы... Welcome! Мы можно им дать вторую жизнь. Мы желаем им долгой жизни. Пусть они дальше работают. Ну, не дай Бог, когда это случится, приезжайте на все прощения. Ну, это актуально на сегодняшний день. Это очень актуально. Это у нас еще один... Это уже другой аэратор, правильно? Это тоже колесный аэратор, малой мощности. Здесь двигатель всего 0,37 кВт. Это готовая продукция? Или это то, что у вас... Нет, мы его... Мы его еще будем доводить. А, это еще то, чего нет, друзья. Ну, то, что в процессе. А здесь, кстати, мощность 1,5 кВт. 3-х квадратных двигателей. 1,5 кВт. 1,5 кВт. 1,5 кВт. Друзья, мы покажем продукцию компании Салмо. Пройдемся вкратце в этом ролике. И ждите... Это как такой анонс. Ждите новых выпусков. Мы более подробно расскажем о тех видах продукции, которые наиболее интересны. До новых встреч, друзья. Николай Михайлович, спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Первый в нашем ряду это аэратор поток мини. Очень простая конструкция, удобная в обслуживании. Корпус алюминиевый, долговечный. Вот мы можем... Несложная регулировка угла подачи смеси. Трубка воздухозаборника. Воздух попадает в камеру смешивания. Там перемешивается воздух с водой и подается смесь под нужным нам углом. Если мы создаем полынию зимой для купания или просто зимнюю полынию, мы горизонтально воде отправляем. Если нам нужно смешать слои воды, поломать термоклин внутри пруда, то мы направляем поток на глубину. Почему там, конечно, глубины пруда? Чтобы не было размывания иллистого берега. Иллистого дна. Следующий аэратор у нас фонтан Аура. У него подсветка. Он более декоративный. И сверху отбойник для воды. Отбойник. Потом как-нибудь расскажем, для чего он нужен. Ну, если его убрать в данной модели, и мотор настолько мощный, что он утянет просто поплывок с собой на дно. Поэтому, чтобы этого не было, стоит ударник в верхней части. Можно выбрать мотор послабее. Можно подсветку поставить на аэратор, например, поток мини. Здесь подача воздуха проступает вот в эти вот отверстия. И камера смешивания. И смешивание происходит в верхней части аэратора. Сейчас мы их включим. Обратите внимание. Компания Salmo.ru Обращайтесь. Это профессионалы. Они готовят профессиональное оборудование для рыбных, рыбохозяйств. Если у вас большой, 400 метров, 500 метров квадратных по зеркалу, можно применять данный аэратор. Мы применяем часто поток причал, о котором мы рассказывали и в этом видео покажем, для размывания полынии зимой для купания. Вот так работает аэратор. Необычно, достаточно красиво. Следующий. Это у нас поток универсал. Одна из самых популярных моделей. Опять же, смотрите. Вот регулировка угла атаки. Водно-воздушной смеси. Вот камера смешивания. Отсюда выходит уже смешанный воздух с водой под нужным нам углом. Трубка воздухозаборника. Нормированный резиновый шланг, надежный, долговечный. Подается воздух в камеру смешивания. Здесь смешивается воздух с водой. Я на выставке «Аквапро Экспо». И в гостях у известной уже компании на нашем канале, в целом в России, компании «Салмо». Николай Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что согласились нам дать интервью. Спасибо. Мы очень много на нашем канале показывали продукции, но я хочу еще раз рассказать о том, что компания «Салмо» – это лидер в производстве систем обогащения кислорода, прудовых систем, систем УЗВ. И на самом деле здесь действительно кондовая качественная продукция, которой можно гордиться. И это продукция российского производства, надежнейшая. Мы говорили в нашем видео, что у нас был причал, вот такой аэратор, поток причал, который уже, наверное, четвертый год не выключается. Просто никто не сделал кнопку выключения. А штекер разместили под настилом, куда неудобно, доступ неудобен. И я вам официально заявляю, что четыре года этот аэратор выключался четыре раза. Ровно столько, сколько я приезжал его и выключал на несколько минут, просто чтобы его почистить, и опять включал. И он не сломался. Надеюсь, он еще четыре года проработает. Я через четыре года скажу, что он уже восемь лет работает. Восемь лет он восемь раз выключался и включался. Ну, вообще, нет ограничений по времени беспрерывной работы. Поэтому, чем реже его выключаешь, тем лучше он работает. Тем дольше он работает. Все нормально, все хорошо. Отлично. Но я его выключал, чтобы почистить от нароста нитевидных водорослей вот в этом водозаборе, вот в этой части. Это очень удобный аэратор. Более того, я у немцев, кстати, не видел таких аналогов, чтобы монтировать на причал и регулировать его высоту. Есть у немцев такое? Ну, прямых аналогов нет. Нет. Похожие есть, но я не видел. Да. Я не видел. Очень много поплывковых систем. Вот эту систему я видел только здесь. И мы ее решаем для создания полыньи в пруду, чтобы можно было купаться. И для аэрации. Также, если содержат форель, нужна полонья просто, чтобы форель покормить зимой и порыбачить. Включили аэратор, порыбачили. Чтобы было пространство. Через 10 лет, если у вас сломался мотор, вам не надо покупать новые изделия. Вы просто приносите его. Вам меняют мотор. Это будет, не знаю, там 50% от стоимости от всего изделия. И он дальше вам послужит 10 лет. Ну, это класс. Да это невозможно сейчас представить с немецким производителем. Тем более невозможно с китайским производителем представить. Вам просто нужно... Сейчас вообще в целом мир идет к тому, что у вас сломалось изделие. Вы должны просто пойти купить новые изделия. Они делают все, чтобы его не ремонтировать. А мы еще, прямо как в Советском Союзе. Понимаете? Приходим, меняем только мотор и нормально используем еще раз 10 лет. Нет мусора, не надо ничего выбрасывать. Вы просто используйте опять изделие долговечно. Кстати, у нас был короткий период, когда мы начали продавать изделия. Они немецкие и китайские. С чем мы столкнулись? Ломается и то, и другое. Да. И подчинить невозможно. И особенно обидно, когда... Ну ладно, китайское дешевое сломалось, вроде выбросил и забыл. А когда ломается дорогое немецкое изделие, то человек очень обидный. Поэтому, в общем-то, мы пришли к тому, что мы не можем поставлять изделие, которые мы не можем отремонтировать. Поэтому мы сразу поставили на этом деле крест и решили взять курс именно на собственное производство. Производство своего. Да. Но это вообще мировой тренд. Производить, выбрасывать, производить и выбрасывать, убирать все возможности ремонта, стимулирует именно потребление. Ну... Очень отрадно, что у вас это можно отремонтировать. У нас свой взгляд на эти вещи. Мы считаем, что так нельзя подходить. Если это все-таки довольно дорогостоящее изделие. Поэтому пусть оно работает долго и счастливо. На этой хорошей ноте я предлагаю закончить ролик вашей компании «Контакт». Спасибо огромное. Очень рад вас видеть. Друзья, я обращаюсь к компании «Салмо». Мы уже больше десяти лет работаем с этой компанией. И у нас только положительные отзывы. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо.